Время подводить итоги. Каким был для жителей Выборгского района уходящий год, вспомним в этом выпуске. Удивительные куклы, домики для фей и не только. В галерее Art Hall открылась праздничная выставка. Забавные и экологически чистые. Такие игрушки для новогодней ели мы предлагаем сделать вместе с нами. Розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции необходимо приостановить на месяц. Об этом сообщает территориальный отдел Роспотребнадзора по Выборгскому району со ссылкой на распоряжение главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. В связи со случаями массовых острых отравлений людей с 26 декабря запрещено продавать непищевую продукцию, содержащую более 25% этилового спирта, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. До наступления нового года осталось всего два дня. Предпраздничная суета уже царит практически в каждом доме. Мы готовы достойно проводить уходящий год и хорошо встретить наступающий 2017. Самое время подвести некоторые итоги. Вспомним о наиболее ярких событиях прямо сейчас. Чем 2016 год запомнился жителям Выборгского района? Центральным событием на политической арене стали выборы в Государственную Думу. Российской Федерации и Законодательного собрания Ленинградской области. Выборжцы проявили свою гражданскую позицию, придя на избирательные участки и отдав голоса за кандидатов. Явка составила более 40%. С точки зрения социально-экономического развития для страны в целом и для Выборгского района год выдался непростой, сказался кризис. Но, тем не менее, ряд проектов все же удалось реализовать. Так, например, Выборгский судостроительный завод завершил строительство трех судов для флота России. Ледоколы Владивосток, Мурманск и Новороссийск успешно прошли ледовые испытания и будут нести службу в морях. Изменения произошли в жилищно-коммунальной сфере. Так, например, в Каменогорске реконструированы водозаборные и водоочистные сооружения. В настоящее время продолжаются пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию. В Выборге в уходящем году на канализационно-очистных сооружениях открыли станцию для эффективного удаления фосфора. Оборудование позволит улучшить экологическое состояние Финского залива и Балтийского моря в целом. В рамках программы капитального ремонта в многоэтажных домах были отремонтированы и заменены более 30 аварийных лифтов. Работы продолжаются. В планах до конца 2017-го заменить подъемники, выпущенные до 1970-го года. В Выборгском районе был создан общественно-координационный совет, куда теперь все жители могут обращаться за помощью и поддержкой по проблемам жилищно-коммунальной сферы. Продолжались в уходящем году работы по реконструкции социальных объектов. По программе реновации образовательных учреждений капитально ремонтируют школу номер 12 в Выборге. Завершить проект планируется весной следующего года. Отремонтирована часть помещений в Выборгском роддоме. Пять роддельных залов – операционная и отделение реанимации новорожденных, оборудованные по новейшим европейским стандартам. После капитального ремонта открыта Приморская районная больница. Стационар отвечает всем современным медицинским стандартам. В следующем году пообещали руководители профильного областного комитета. Для учреждения будет приобретено оборудование более высокого класса. В уходящем году начали работать передвижные медицинские диагностические комплексы. Жители отдаленных городов и поселков могут пройти необходимые обследования, не выезжая в райцентр. Много ярких событий в уходящем году произошло в духовной жизни Выборгского района. В поселке Барышево завершилось строительство Свято-Успенского храма. В Выборге осветили храм Игнатия Богоносца. Продолжается сооружение храма Успения Пресвятой Богородицы. Эти два объекта войдут в состав большого комплекса, который украсит южный микрорайон. Строительство церквей ведется в Святогорске, Высоцке, поселке Рощино. В Выборге на Соборной площади продолжается реставрация здания, в котором разместится епархиальное управление. Работу планируется завершить к визиту в Выборгский район Патриарха Московского и в Сиаруси Кирилла в августе следующего года. Новоселье в уходящем году праздновали семьи Выборгского района. Ключи от квартир получили нуждающиеся в улучшении жилищных условий жители Выборга, Каменогорска, поселка Рощино и других населенных пунктов. Несколько юбилеев отмечали в 2016 году учреждения и коллективы. Выборгская лесопромышленная корпорация, ранее носившая название Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат, исполнилась 90 лет. Школе номер 37 Выборга – 75 лет. Аналогичную дату отметили в больнице поселка Советский. Ярким событием стало празднование 25-летия Выборгской гимназии, в рамках которого в учреждении открыли символичную скульптуру. 20 лет исполнилось одному из самых ярких танцевальных коллективов «Ариэль». Юбилей танцоры отметили грандиозным концертом. Много интересного происходило в культурной жизни. Две новые выставки из фондов Государственного Эрмитажа организовал Выборгский филиал музея. Одна была посвящена китайскому искусству. В настоящее время действует экспозиция «Отечественная война 1812 года». Детский музейный центр появился в Выборгском замке. Перебрался в большие помещения – Музей военной истории. Порадовали горожан и гостей традиционные мероприятия – хоровой фестиваль, фестиваль российского кино «Окно в Европу», который, кстати, в следующем году станет юбилейным 25-м. Новый мемориал «Непокоренные» в память о военнопленных советских солдатах и офицерах открыли в Выборге на православной части Сорвальского кладбища. На другом участке Сорвали была восстановлена могила и освящен памятник защитнику морских рубежей города вице-адмиралу Дмитрию Рудакову. Работы на территории семейной усыпальницы Рудакова будут продолжены в следующем году. Хороших дел было сделано немало. Кого же назвать героем года? Претендентов на это звание достаточно много, но хочется вспомнить самого юного из них. В уходящем году школьник из Гаврилова Сергей Тюлькин спас на пожаре семью из трех человек и впоследствии по решению руководства МЧС России был награжден медалью «За отвагу на пожаре». Это лишь часть событий, которые происходили в уходящем году в Выборге и Выборгском районе. Конечно, были не только хорошие, но и горестные моменты. Хочется, чтобы в наступающем году огненного петуха их было как можно меньше. А поводов для радости превеликое множество. Пусть 2017-й принесет всем нам только добро. Дорогие друзья, компания «Панорама» поздравляет всех вас с Новым годом. Новый год – это время загадывать желания, это время чудес. Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшее, ведь он обязательно должен быть удачнее и радостнее предыдущего. Желаем, чтобы так и случилось, а все 12 месяцев приносили только яркие впечатления, приятные встречи и искренние улыбки. Пусть ваш дом будет наполнен теплом и уютом. С Новым годом, друзья! С новым счастьем! Россияне получили зоогеографический диктант удовлетворительно. Российское географическое общество опубликовало результаты масштабной образовательной акции. Месяц назад жители всех регионов написали географический диктант. В оборге испытание проходило на базе школы номер 37. Каждый участник получил 30 вопросов, на которые нужно было ответить в течение 40 минут. По всей России тест прошли около 85 тысяч человек. В нашем городе порядка 100 человек. По предварительным данным, в среднем участники набрали 52 балла из 100. Максимально возможное количество баллов получили чуть более 400 человек. Менее 30 баллов набрал каждый пятый. Узнать свой результат можно на сайте Российского географического общества с помощью индивидуального номера, который был присвоен каждому участнику в ходе акции. Поэзия Бориса Пастернака звучала в галерее «Арт-Холл». Его стихотворением «Рождественская звезда» там открыли традиционную, уже девятую по счету, предновогоднюю выставку. В экспозиции живописные полотна, изделия из войлока, куклы и множество других работ, выполненных в самых разных техниках. В галерее собрали в единую композицию произведения более 10 авторов. Гости могут насладиться картинами выборгских и петербургских художников. Это Сергей Прушинский, Альберт Бакун, Николай Малыхин, Елена Тепляшова и многие другие. Органично вписываются в экспозицию керамика Ольги Шелеповой, поверпол Евгении Сапелкиной, пэтчворк Татьяны Тимофеевой. Мастер из поселка Советский впервые принимает участие в выставке. Всю жизнь она проработала в судебной системе, а когда вышла на пенсию, душа потребовала творчества. На творчество меня подвигла подруга. Она у меня шьет костюмы танцевальные, художественные костюмы в Советске для нашего ДК. И остается очень много разных лоскутков. И как-то вот так вот в интернете нашли эту технику применения лоскуткам, жалко выбрасывать. Ну и с этого началось. Это где-то полтора года назад. Техника японская, кинусайка. Она достаточно новая, а у нас в России называется пэтчворк без иголки. Я очень люблю животных. Обожаю тигров. Просто тигры – это что-то для меня. Поэтому стараюсь изображать животных. Мне больше всего нравится передавать их настроение, душу. Традиционно украсили экспозицию работы выборского мастера Веры Крюковой. Она представила своих удивительных кукол. На этот раз по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Еще одна постоянная участница рождественских выставок – Мария Рогозина. В этом году демонстрирует домики для фей. Кукольные миниатюры с мебелью, домашней утварью и даже домашними животными. В целом выставка получилась очень праздничной и интересной. Я приглашаю всех горожан и гостей города, чтобы вы пришли сами, привели своих детей, друзей, знакомых. Потому что выставка замечательная. И вы получите огромное удовольствие в эти холодные январские, декабрьские дни. Хочу пожелать жителям нашего города, чтобы наступающий год был светлым, радостным, чтобы как можно больше было хороших дней. Галерея «Артхолл» 30 декабря будет работать по обычному графику с полудня до 7 часов вечера. 31 декабря – в первой половине дня. 1 января в галерее – выходной. А со 2 января «Артхолл» продолжит работать в обычном режиме. Что придумать, чтобы Дед Мороз принес подарки именно под вашу елку? Нужно сделать ее красивой, не похожей на другие. Тогда новогодний волшебник не пройдет мимо. Создать неповторимый образ лесной красавицы нам поможет дизайнер Алена Калинина. Для участия в телевизионном мастер-классе понадобится два деревянных спила круглой формы, акриловые краски, металлические крючки, кисти, спонж, плоскогубцы, шило и лента. Итак, внимание на экран. Приступим. Берем с вами спилы и закрываем их, один спил и закрываем белой краской. Для этого нам понадобится спонж, губка. Пока у нас одна заготовка сохнет, мы с вами берем второй спил и краски. Начинаем рисовать и наносить рисунок. берем контурную краску, такая же акриловая, просто тюбик. и он нужен для того, чтобы линии были более четкие, чтобы не вырисовывать. Эта заготовка у нас будет сова. Мы с вами нарисовали контур. Теперь мы рисуем глазки. Теперь берем с вами белую краску и заполняем наши глаза. глазки. Теперь берем с вами контур черный и дорисуем наши глаза. глазки. Теперь нам надо нарисовать клюв. Берем светло-оранжевую краску и начинаем рисовать клюв. Наша первая игрушка почти готова. Первая заготовка у нас уже с вами высохла. Берем с вами коричневую краску и начинаем нарисовать лису. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Берем черную краску и также рисуем глазки. Глазки и носик. Пока лиса наша сохнет, берем сову, берем шило, делаем небольшое отверстие. Берем с вами крючок. Крычки наши готовы, теперь мы с вами берем ленту. Завязываем узелок. Наши игрушки готовы. Дорогие друзья, поздравляю вас с новым 2017 годом. Желаю вам здоровья, радости и счастья, любви и семейного благополучия. Хочу, чтобы каждый из вас почувствовал важность своего вклада во благо процветания нашей великой Родины, Матушки России. И да хранит вас всех Бог. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Возможно, поэтому праздничные столы большинства из нас в новогоднюю ночь буквально ломятся от язв. До сих пор не решили, чем будете удивлять близких и гостей? Тогда готовьте вместе с нами. 30 декабря в эфире праздничной программы «Город новости по Выборске» мы покажем мастер-класс. Для приготовления тосканского рождественского пирога «Панфорте» вам понадобятся мука, сахар, цукаты, мед, апельсин, орехи и специи. В нестандартный оливье помимо привычных ингредиентов войдут буженина, авокадо и вяленые томаты. Также приготовим свиные ребрышки в остро-сладкой глазури. Нужны будут сами ребрышки, картофель, абрикосовый джем, табаско и апельсин. Готовить эти блюда несложно, а гости будут в гастрономическом восторге. В библиотеке «Алта» зажглась рождественская звезда. Так называется выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества, который организовали Спасо-Преображенский собор Выборга и районный комитет образования. Конкурс посвящен одному из главных христианских праздников, поэтому все представленные работы изображают историю библейского сказания Рождества Христова. Для детей это важно принять участие, своими руками сделать поделки, сделать какую-то работу, чтобы в памяти осталась для ребенка память о рождестве, чтобы это имело воспитательный характер. И для того, чтобы ребенку привить память о родившемся Спасителе, о младенце. Мы видим, что большинство поделок это вертепы, в которых лежит родившийся младенец, родившийся Господь. В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов, учреждений дополнительного образования, школьники из Выборга, Светогорска, поселков Лесогорский, Рощина, Первомайская, Гончарова, Житкова. Для создания работы они использовали различный материал, к примеру, соленое тесто, пластилин, стекло, бумагу. Выставка «Рождественская звезда» будет работать в библиотеке «Алта» до 16 января, после чего будут названы авторы лучших, по мнению членов жюри работ. Кстати, в их числе можете быть и вы. Работы на конкурс еще принимаются. Новый год встретят россияне в ночь с 31 декабря на 1 января. По традиции в Выборге на Красной площади пройдет праздничная дискотека. Она начнется в половину второго ночи и продлится до 4 часов. В связи с этим ограничат движение транспорта с 8 часов утра 31 декабря до 5 часов утра 1 января. Проезд будет закрыт по периметру Красной площади и по близлежащим улицам. 7 января отметим Рождество Христово. Основные мероприятия пройдут в Спасопреображенском соборе и на Соборной площади. Поэтому движение автомобилей ограничат с 7 часов вечера 6 января до 18 часов 7 января. Проезд будет закрыт по периметру Соборной площади и близлежащим улицам. Будьте внимательны, выбирайте альтернативные маршруты. От норм ГТО к спорту высших достижений. Выборжцы достойно провожают спортивный 2016-й. Он прошел под знаком 31-х Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. И каждая победа на велотреке или на татаме, в спортзале или на беговой дорожке стала еще одним шагом к Олимпийским высотам. О том, как выходили на старт и финишировали выборжские спортсмены, наш следующий сюжет. Выборгский район не зря называют спортивной столицей Ленинградской области. И спорт высших достижений, и массовый спорт у выборжцев в почете. 23 февраля в Выборге прошел мотокросс, посвященный Дню Защитника Отечества. Соревнования собрали порядка 40 участников из Санкт-Петербурга, городов Ленинградской области и Белгорода. Первое командное место по общей сумме набранных очков заняла команда «Выборг. Мотофаворит». В апреле наш город принимал областной фестиваль женского спорта «Леди Совершенства». Участницы фестиваля состязались в комбинированной эстафете, настольном теннисе, дартсе, волейболе, плавании, пулевой стрельбе. Сдавали зачеты по нормам ГТО. Заслуженную победу в общекомандном зачете вновь одержала команда «Выборжанка». И она же в очередной раз была признана лучшей в России на фестивале женского спорта «Красота, грация, идеал» в Анапе. Руководитель выборгской делегации Марина Петрова была отмечена специальным призом фестиваля за развитие женского спортивного движения на региональном и всероссийском уровнях. Легкоатлетические эстафеты по улицам Выборга становятся все более массовыми. В этом году традиционная майская эстафета прошла в 70-й раз. Выборг – город воинской славы и город спортивных возможностей. И каждое его поколение год за годом будет выходить в первые дни мая на старт весенней эстафеты в память о Великой Победе. Более тысячи человек из разных уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья приняли участие в 11-м Выборгском полумарафоне. Профессиональные бегуны и любители легкой атлетики, дети и взрослые преодолевали маршруты разной сложности. В 29-й раз в мае стартовал международный велопробег «Выборг-Лапинранта-Выборг». В состав российской делегации вошли представители администрации, предприятий, организаций, профессиональные спортсмены и просто любители. В стране Суоми к ним присоединились более ста финских велосипедистов. Своеобразной визитной карточкой Выборга является грандиозный спортивный праздник, фаворит и кинофестиваль. Отмечать День физкультурника в таком единственном в России формате стала в Выборге доброй традицией. Команды наших земляков, ведущих активный образ жизни, собираются в этот день на стадионе «Авангард», чтобы помериться силами в различных видах спорта. Звезды кинофестиваля «Окно в Европу», руководители местной власти и знаменитые спортсмены приходят на торжественное открытие мероприятия, чтобы приветствовать тех, кто никогда не расстается со спортом. Еще одно яркое спортивное событие – ралли «Выборг». В этом году соревнования прошли в день открытия Олимпиады в Рио. Преодолеть самую сложную в Российской Федерации гравийно-грунтовую трассу общей протяженностью 195 км отважились более 100 экипажей из 14 регионов России. Один из самых популярных видов спорта на Выборгской земле – волейбол. Только в чемпионате Выборгского района традиционно участвуют более 40 мужских и женских команд. А открытый турнир, посвященный памяти Михаила Острунского, прошел в 2016-м в 26-й раз. Сезон 2016 года стал удачным и для футбольного клуба «Фаворит». Мужская сборная выиграла Кубок чемпионов Северо-Запада и получила путевку на финальный турнир любительских команд России, где выборгские футболисты стали серебряными призерами. В клубном зачете футбольный клуб «Фаворит» в очередной раз занял первое место в Ленинградской области. Со спортом в Выборгском районе дружат все от мала до велика, и это доказывают многочисленные спартакиады. Участие в них принимают школьники, студенты и муниципальные служащие. Традиционной стала и спартакиада «Стартуем вместе» для семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Шаги навстречу миру именно этих детей – самые трудные и самые желанные. Для того, чтобы подрастающее поколение активнее вливалось в ряды любителей физкультуры и спорта, ежегодно 1 сентября для школьников проводится ярмарка досуга. На стадионе 10-й школы в этом году ее посетили сотни юных выборжцев. Выборжцы готовы к труду и обороне. Спортивные испытания в сезоне 2015-2016 года в нашем районе прошли порядка 270 человек. Нормативы, соответствующие золотым знаком отличия, удалось осилить 30 из них. Остальные получили серебряные и бронзовые знаки. В рамках года семьи в мае в Выборге состоялся первый областной фестиваль «ГТО в моей семье», в которой приняли участие 17 команд из 12 районов 47-го региона. Победителем фестиваля стала Выборгская семья Крутиковых. Они же участвовали в полуфинале всероссийского телеконкурса «Спортивная семья». Нормы ГТО в тестовом режиме сдавали в этом году и сотрудники предприятий и организации Выборгского района. Спортсмены муниципального образования ежегодно в составе сборных команд Ленинградской области, Северо-Западного федерального округа, России, выступают и побеждают на соревнованиях различного уровня. Более 30 победителей и призеров были номинированы на награждение на ежегодной церемонии подведения итогов спортивного года в Выборгский Олимп. Лучшими спортивными федерациями 2016-го признаны Федерация футбола, Федерация велоспорта и Федерация спортивного ориентирования. Лучшими тренерами по итогам года названы Александр Русаков, Александр Кибалич, Роберт Ким и Евгений Амельченко. В номинации «Лучший спортсмен» победителями стали Евгения Кондрашова и Алексей Рябков. Лучшим спортивным достижением признана победа Павла Коржавых на чемпионате мира по джиу-джитсу в Польше. Олимпийские вершины ждут тех, кто дружит со спортом, полон энергии и здоровых амбиций. Впереди спортивный штурм 2017. Наталья Березовская, Александр Сорокин, Валерий Пресижнюк, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». Дорогие друзья, торговая компания «Офис плюс» от всей души поздравляет вас с наступающим Новым годом. Мы желаем вам счастья, здоровья, исполнения всех самых заветных желаний. Улыбайтесь чаще, дарите людям добро и у вас обязательно все получится. Юные дзюдоисты проводили 2016-й дружескими встречами на татами. В течение нескольких часов они демонстрировали тренерам и родителям, насколько им удалось отточить свое мастерство за год. А в награду за труд и упорство воспитанники отделения дзюдо «Дю США фаворит», кстати, одного из самых многочисленных в Выборгском районе, получили приятный новогодний сюрприз. Награждать их пришли Дед Мороз и Снегурочка. Каждый из спортсменов был отмечен медалью и сладким подарком. На сегодня это все. Увидеть программу еще раз можно на телеканале Матч ТВ сегодня в 11 вечера, а также завтра на ТНТ в 8 и в 14 часов. Наш выпуск продолжит новогодние поздравления, а я прощаюсь с вами. До завтра. Я хочу поздравить всех веборжан с Новым Годом, пожелать всем в Новом Году счастья, удачи, здоровья. И самое главное, чтобы никто никогда ни в чем не отчаивался. Также я хочу поздравить с Новым Годом свою любимую семью. Мамочка, муж мой любимый, сын мой любимый, я вас очень сильно люблю. Точно так же я вам желаю огромного счастья в Новом Году, любви в Новом Году, счастья в Новом Году и всего самого наилучшего. Вы у меня самые любимые. Я вас целую. Поздравляю с Новым Годом петуха свою дочь. Она родилась у меня год петуха. Поздравляю мужа Ивана и своих всех родственников, живущих в Выборге. Желаю им здоровья, счастья, всех благ, чтобы были успешными, чтобы не болели. Передаем привет и новогоднее поздравление нашим бабушке и дедушке Школиной Марии Ивановне и Школину Борису Александровичу. А также огромный привет в Тюмень бабушке и дедушке Печуевым Людмиле Степановне и Печуеву Владимиру Яковлевичу. Сестренке Алисе и тете Кристине. С Новым Годом здоровья и счастья вам, наши родные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова